Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Мышцы РФ. С вами Павел Баранов и это третья серия нашего проекта, посвященного моей подготовке к осеннему соревновательному сезону 2017 года. Прошло уже несколько месяцев, дела идут очень хорошо. Мой вес на данный момент составляет 102 килограмма. Это значит, что я прибавил уже 12 килограмм из обещанных 20. Поскольку цели у меня очень такие серьезные, амбициозные, я с очень большим вниманием, с очень большой ответственностью стараюсь относиться к собственному здоровью. Поэтому этот эпизод мы решили посвятить контролю здоровья и наиболее важным его аспектам, таким как сдача медицинских анализов и работа с опорно-двигательным аппаратом и его возможными повреждениями. Давайте переходить к делу. Я пошел сдавать кровь. Для того, чтобы получить действительно корректный результат анализов, необходимо выполнять несколько важных правил. Во-первых, это отсутствие какой-либо физической нагрузки, тяжелой физической нагрузки и сексуальной активности двое суток перед сдачей анализов. Во-вторых, утром, когда вы проснулись и пошли в клинику, чтобы у вас взяли кровь, необходимо исключить прием вообще всего. Нельзя есть, нельзя пить, нежелательно даже чистить зубы или жевать жвачку. Любое нарушение одного из этих правил может исказить итоговые результаты и вы не увидите действительно той картины, которая творится в вашем организме на данный момент времени. Доброе утро. Я бы хотел сдать несколько анализов крови, куда мне необходимо пройти. Проходите, пожалуйста, в процедурный кабинет. Спасибо. Бытует мнение, что сдавать анализы необходимо только выступающим спортсменам, которые прибегают к применению каких-либо стимулирующих допинговых средств. Но на самом деле нагрузка на организм, как тренировочная нагрузка, так и от применения биологически активных добавок, так и от простых пищевых продуктов в большом объеме, может быть достаточно серьезным. Поэтому в любом случае, независимо от того, как вы тренируетесь, с какими целями, какие у вас амбиции, какой у вас уровень подготовки, все-таки хотя бы раз в полгода необходимо делать полную диагностику своего состояния здоровья. Поскольку мои цели гораздо более серьезные, я это делаю один, а то и два раза в месяц. Поэтому и получается хорошо прогрессировать, поскольку состояние здоровья удается поддерживать в очень хорошем положении. А теперь давайте поговорим о том, какие же все-таки анализы необходимо сдавать в первую очередь. Мы разберем несколько вариантов. Конечно же, разберем самый бюджетный, чтобы не слишком сильно вкладываться в анализы. Затем разберем усредненный вариант и, конечно, полноценный такой профиль, который позволит увидеть состояние здоровья действительно во всей красе и понять, есть ли где-то хоть какие-то мельчайшие проблемы. Одними из первых и самых важных анализов, которые мы будем сдавать, это обязательно общий анализ крови и общий анализ мочи. Общий анализ крови позволяет определить достаточно много различных параметров. В первую очередь он показывает геморреологию крови, то есть ее вязкость, текучесть, что очень важно для спортсменов, особенно для спортсменов соревновательного уровня. В период перед стартом, когда идет обезвоживание, когда кровь становится густой из-за нехватки жидкости в организме. Помимо этого, общий анализ крови показывает наличие каких-либо воспалительных процессов в организме. И многие показатели могут быть завышены, если вы совсем недавно переболели каким-то заболеванием, пусть даже обычной простудой. Поэтому не стоит сразу делать выводы. Более того, как общий анализ крови, так и общий анализ мочи необходимо сравнивать с остальной картиной и смотреть на все в целом, а не на отдельно взятые показатели. Общий анализ мочи помогает определить состояние почек в текущий момент времени. Конечно же, не полноценно. Для полной проверки нужны и другие диагностические процедуры. Кроме того, помогает определить также наличие каких-то возможно начинающихся заболеваний. Следующим анализом у нас будет идти тестостерон. Тестостерон бывает общий и свободный. Сдавать, как правило, необходимо и тот, и другой. Тестостерон – это гормон, который обуславливает развитие вторичных половых признаков, половое созревание и нормальную половую функцию. Несмотря на то, что это мужской половой гормон, секретируется он также и у женщин. И следить за его нормой необходимо обоим полам. Помимо общего существует свободный тестостерон, который отображает непосредственно активную биологическую форму тестостерона в крови. Эстрадиол – это наиболее активный женский половой гормон, который у женщин вырабатывается в яичниках, в плаценте и в коре надпочечниках. У мужчин он вырабатывается как в надпочечниках, так и в периферических тканях организма, конвертируясь при помощи фермента ароматазы из мужских половых гормонов в непосредственно эстрадиол. Влияет эстрадиол на множество параметров. Это как отложение жира на теле, так и кислородный обмен, задержка кальция в костях, задержка жидкости в организме, выработка юкулята, уровень холестерина и многое другое. Следующий гормон, крайне важный для контроля – это прогестерон. Его еще называют гормон беременности. Этот гормон вырабатывается преимущественно во второй фазе цикла у женщин. Его пик приходится на середину лютиновой фазы цикла, а к концу цикла он, собственно, приходит к исходному значению. Однако, несмотря на то, что это, как его еще называют, гормон беременности, да, этот гормон необходимо контролировать также и мужчинам. У мужчин прогестерон вырабатывается в небольших количествах корой надпочечников, а также тканью яичек. И имеет в организме ряд очень важных функций. Ну, прежде всего, из него синтезируется ряд андрогенных гормонов, а также он сильно влияет на функционирование нервной системы. Пролактин – это гормон, который отвечает в первую очередь за лактацию. Он вырабатывается в передней доле гипофиза и регулирует водно-солевой обмен, стимулирует анаболические процессы в организме и оказывает модулирующее воздействие на вашу иммунную систему. Следующий показатель – это ГСПГ или глобулин, связывающий половые гормоны. Это такой особый белок, который участвует в связывании и транспорте половых гормонов в плазме крови. Необходимо помнить о том, что чем уровень ГСПГ ниже, тем будет выше уровень вашего свободного тестостерона и, как следствие, будут выше показатели при силовых тренировках. Лютинизирующий гормон – это гормон передней доли гипофиза, который регулирует секрецию половых гормонов. У женщин он стимулирует синтез эстрогенов, регулирует секрецию прогестерона и формирование желтого тела. Собственно, достижение критического уровня лютинизирующего гормона как раз-таки и приводит к овуляции. У мужчин ЛГ стимулирует образование ГСПГ, в силу чего повышает проницаемость семенных канальцев, что, собственно, положительно сказывается на производстве спрометозоидов. ФСГ или фолликулостимулирующий гормон – это гормон, также влияющий на деятельность половых желез. Он, в первую очередь, стимулирует развитие семенных канальцев и спрометогенеза у мужчин, а также фолликулов у женщин. ТТГ или териотропный гормон – это гормон передней доли гипофиза, который стимулирует выработку и секрецию гормонов щитовидной железы. Собственно, непосредственно гормоны щитовидной железы, о которых идет речь, это Т3-3-теранин и Т4-тероксин. Эти гормоны сдаются как в общей, так и в свободной форме. На самом деле, нам желательно сдавать именно свободную, потому что именно она отображает реальное положение вещей, скажем так. И что о них нужно знать? Т3 – это гормон щитовидной железы, который стимулирует поглощение кислорода тканями организма, а также улучшает теплопродукцию. Т4, также гормон щитовидной железы, является важнейшим стимулятором синтеза белков и, увеличивая основной обмен, он точно так же повышает теплопродукцию и увеличивает потребление кислорода тканями организма. Кроме того, важно помнить, что необходимо смотреть эти гормоны не по отдельности, а в соотношении друг с другом. То есть, териотропный гормон, тироксин, триотиранин очень сильно взаимосвязаны и нельзя делать выводы о состоянии обмена веществ, исходя из показателей только одного из этих гормонов. Если уж вы хотите полностью посмотреть на работу вашей щитовидной железы и убедиться, что все в порядке, то в дополнение к этим гормонам не помешает сдать антитела к тириоглобулину и антитела к рецепторам ТТГ. Это показатели, которые позволяют определить наличие аутоиммунных заболеваний. То есть, когда ваши собственные клетки, ваши собственные белки определяют собственные антигены и фактически иммунная система разрушает сама себя. На самом деле, такие заболевания часто встречаются в поседневной жизни и нередко зависят от того, в какой среде рос ребенок, какую воду он пил, чем он питался, какое было состояние экологической среды вокруг него. Ну и еще два гормона мы с вами тоже можем сдать. Это не так принципиально, как другие вышеперечисленные, но их полезно сдавать иногда и смотреть, в каком они состоянии людям, у которых есть проблемы с отечным синдромом. То есть, когда у вас задержка жидкости повышенная в организме, не помешает сдать такие гормоны, как кортизол. Это всем известный гормон стресса, по-другому. Это также гормон коры надпочечников, который играет ключевую роль в защитных реакциях организма на стресс. Его уровень в течение дня может очень сильно колебаться. Максимальная его секреция происходит ранним утром и снижается она к вечеру. Но в зависимости от нашего психоэмоционального состояния, уровень кортизола может вырастать до невероятных значений. Собственно, поэтому люди часто худеют на нервной почве. Вот это выражение, оно на самом деле связано с секрецией кортизола в повышенных количествах. И еще нужно помнить о том, что хронически повышенный уровень кортизола может выглядеть как отложение жира непосредственно на животе. То есть, если у вас не в целом много жира, да, в целом у вас достаточно сухая фигура, но много жира именно в области живота, возможно, у вас хронически повышенный кортизол. Надо идти разбираться. Второй гормон, который отвечает за накопление воды в организме, который отвечает за отечность при своем повышении, это альдостерон. Альдостерон – это гормон коры надпочечников, который регулирует водно-солевой обмен, он вызывает задержку натрия, а также выведение калия и воды. Однако следует иметь в виду, что его незначительное превышение может иметь место при избыточных физнагрузках, при избыточном потреблении воды, при беременности и даже при бессолевой диете. Следующее, что мы с вами будем проверять, это печень. Печень, в принципе, можно проверить всего лишь двумя анализами. Это АЛТ и АСТ, аспартатаминотрансфераза и аланинаминотрансфераза. Собственно, это как раз бюджетный вариант. Это печеночные ферменты, которые в очень большом количестве содержатся в почках печени, и они повышают свою активность при попадании в организм каких-либо токсических веществ, при повышенных физнагрузках, при употреблении различных медикаментов. Кстати, не только допинговых средств, как многие считают, но и при употреблении большинства аптечных препаратов, особенно тех, которые принимаются перорально. Помимо этого, известным способом повысить уровень печеночных ферментов является алкоголь. Если же вы хотите посмотреть состояние печени более обширно, то плюс к АЛТ и АСТ можно будет сдать билирубин, лактат-дегидрогеназу, глутамат-дегидрогеназу и щелочную фосфатазу. В принципе, вот этих шести пунктов будет более чем достаточно, чтобы полноценно посмотреть состояние печени в текущий момент времени. Если у вас проблемы с отечностью или даже если их, в принципе, нет, также необходимо смотреть состояние почек. Это можно делать как на специальных диагностических процедурах, таких как, например, УЗИ почек, УЗИ почек с контрастом. Кстати, при отечности очень хорошая штука, чтобы посмотреть, собственно, фильтрующую функцию почек. Также можно посмотреть несколько анализов крови, которые показывают их состояние. Это прежде всего креатинин, мочевина и мочевая кислота. Но следует помнить, да, что многие из них могут быть повышены банально от недавних физических нагрузок или от высоких доз белковой пищи в рационе. После печени и почек мы смотрим нашу липидограмму или по-другому липидный профиль. Туда входит общий холестерин, липопротеины высокой плотности и липопротеины низкой плотности. Холестерин – это важнейший компонент нашего с вами жирового обмена. Он участвует в построении клеточных мембран, в синтезе половых гормонов и витамина D, а также является предшественником желчи в печени. Соотношение же фракций холестерина, то есть липопротеинов высокой и низкой плотности, наглядно демонстрирует риск возникновения у человека атеросклеротических заболеваний. А это очень важный параметр, так как в нашей с вами стране, к сожалению, три четверти естественных смертей происходят от того или иного вида атеросклероза. И у нас остаются всего два параметра. Это гликализированный гемоглобин, который, как правило, принято сдавать только диабетикам, чтобы посмотреть риск возникновения осложнений сахарного диабета. Но на самом деле его могут сдавать и обычные люди, чтобы посмотреть возможные нарушения своего углеводного обмена. И общий белок крови, который отображает непосредственное количество белков, то есть альбуминов и глобулинов в плазме крови на данный конкретный момент времени. Пожалуй, вот эти перечисленные мной анализы являются сами основными и с помощью них можно достаточно полноценно определить картину состояния здоровья в текущий момент времени. Если ваш бюджет максимально ограничен, то следует вам сдавать только самые важные из них. Это половые гормоны, четыре самых главных, тестостерон, эстрадиол, парагестерон, пролактин. Это два фермента печени, это АЛТ, АСТ. Это, ну, почки, в принципе, можно не проверять, если нет никаких осложнений, болей и повышенной задержки жидкости. Липидограмму проверить следует. Это ЛПВП, ЛПНП обязательно. Кстати, если вы сдаёте эти показатели, то, как правило, во всех лабораториях вам будет выдано значение, которое называется коэффициент атерогенности, которое, собственно, показывает риск возникновения атеросклероза. Помимо этого, не помешает сдать гормоны щитовидной железы, Т3 и Т4 в свободной форме. И, конечно же, обязательно общий анализ крови, общий анализ мочи, общий белок крови. Вот эти показатели являются самыми главными. Если мы берём вариант усреднённого анализа, куда дополняем что-то, то мы сдаём дополнительно ЛГ, ФСГ, ТТГ, общий холестерин. И, в принципе, можем посмотреть почки. Да, мочевина, креатинин, мочевая кислота. Если же мы сдаём полный профиль анализов, то сдаём все гормоны, которые... Не только гормоны, да, все показатели, которые я сегодня перечислил ранее. Если же вы хотите посмотреть свой организм ещё подробнее, то тут уже необходимо записаться к интересующему вас специалисту в области медицины. Да, это либо эндокринолог, либо гастроэнтеролог, либо ещё кто-то. И сдать как дополнительные анализы, так и пройти ряд диагностических процедур. Как правило, при проблемах с желудком необходимо будет проходить такие процедуры, как гастроэндоскопия, УЗИ брюшной полости. Возможно, вам потребуется сдать пассив кала на дисбактериоз, лакт и бифидофлору, чтобы посмотреть состояние микрофлоры кишечника. Это очень поможет тем, у кого есть проблемы с усвоением пищи. Возможно, в вашем желудочно-кишечном тракте слишком большое количество патогенных организмов, либо, наоборот, недостаток полезных бактерий. Также при проблемах с усвоением пищи можно посмотреть состояние кислотности желудка, а также определить состояние поджелудочной железы. Если у вас проблемы с сердцем, то это, конечно же, эхокардиограмма, электрокардиограмма. Это может быть УЗИ аорты, как брюшного отдела, так и верхнего. И, собственно, еще много различных показателей, которые уже, конечно же, необходимо обсуждать непосредственно с специалистами того профиля, который вас интересует. То есть, с врачами. Все те анализы, которые мы получаем, показаны в референсных значениях. То есть, мы можем определить, насколько у нас все хорошо или все плохо, как нам кажется. Хотя, на самом деле, есть гораздо более тонкие, гораздо более правильные способы интерпретации анализов, которые доступны, как правило, только врачам, только тем, кто реально разбирается в этом вопросе. Если вы видите, что ваши значения попадают в референтные границы, это еще ничего не значит. Как правило, очень важна взаимосвязь, то есть, так называемый парад значений. Очень важно смотреть зависимость одного гормона от другого, ведь гормональная система у нас тесно связана со всеми процессами в организме. Так что не ленитесь, сдавайте анализы, следите за своим состоянием здоровья и доверяйте их интерпретацию только профессионалам своего дела. После сдачи анализа в крови мы направились поправлять мой опорно-двигательный аппарат и, конечно же, сразу отправился к своему врачу. Это остеопат, кинезиолог, мануальный терапевт. Все в одном, просто универсальный специалист, у которого невероятные золотые руки, Владимир Микущенко. Владимир, приветствую. Если это то, о чем мы раньше уже говорили и сталкивались. Да, мы же делали МРТ, смотрели что-то. Скорее всего, при выполнении, возможно, жима, ты сделал прогиб более интенсивный. У меня после тренировки спины это появилось. Там жимов не было никаких? Нет, это было до этого. А, до этого. Да. Жим ногами, в смысле? Нет, жим лежа. А, вот это жим. И, неравномерно поставив ногу, ты просто подкрутил таз на одну сторону больше. Соответственно, у тебя левая связочка крестцовая получила растяжение. Она пострадала. Получились микронадрывы. А потом я это спровоцировал? Да, потом ты просто ее спровоцировал уже в дальнейшем, всего лишь. Я думаю, что дело даже сейчас не про трузи, а в левой твоей связке будет больше проблем. Я немножко сейчас попробую стабилизационно, вакуумными руками вернуть на место максимально. И потом мне ее надо будет закачать? И потом закачать. Зачастую обращаются люди чаще всего с проблемами кифозы, сколиозы. Многие думают, что нужно делать в комплексе все и занимаются большими весами, чем делают осевые нагрузки, увеличивают постепенно. Этим и вызывают, соответственно, межпозвонковые протрузии в дальнейшем грыжи. В частности, упражнения, которые я не рекомендовал бы делать, это становые тяги. Это в случае, если присутствует кифоз, либо сколиоз позвоночника, жимы за шею штанги. Ну и не рекомендовал бы делать жим лежа с большими весами. Причем первые два упражнения я бы вообще вычеркнул бы из подготовки. Нужно много очень выполнять статичных упражнений. То есть упражнения на восстановление статичности, вспомогательные мышцы прорабатывать. Спасибо, друзья, что посмотрели серию. Не забывайте подписываться на канал Мышцы РФ, ставить лайки, рассказывать о нас своим друзьям. И следите за новыми выпусками, которые обязательно будут выходить в ближайшие месяцы. Будет еще много новой интересной информации. Будет действительно невероятный прогресс, который вы сможете сами оценить. Поэтому оставайтесь с нами.